Приветствую вас. Во-первых, хочу сказать, что я не поддерживаю мнение своих коллег, которые говорят о том, что вам нужно жениться, или что человек должен жениться на вас. Потому что ситуация была разная, и я допускаю вполне тот вариант, что вы либо он, либо вы просто не готовы сейчас жениться. Плюс мужчина вполне вероятно не чувствует, что стоит крепко на ногах, что, соответственно, надо тоже, ну, в какой-то степени ограничивать его действия. Вот. Я думаю, что если вами и манипулировать, то делается это неосознанно, точно не со зла, и как бы, ну, на мой взгляд, явно из-за того, что человек испытывает проблемы, то есть, явно из-за того, что у человека есть проблемы. Вот. И мне кажется, что из-за этого, из-за этого, мне кажется, он, собственно говоря, так вот реагирует на это и вас обвиняет. То есть, я не думаю, что это прямо, знаете, такая прям цель вас обвинить. Не думаю, что это прямо такая вот цель вами манипулировать, конечно же. Вот. Но. Но. У этой ситуации есть одно но. Дело в том, что, как вы правильно заметили, вас ставят перед выбором. И, на мой взгляд, вот этот факт, факт того, что вас ставят перед выбором, он абсолютно неприемлем. неприемлем. Вот. Он абсолютно неприемлем. Вот. Старфакт, что вас ставят перед выбором. Потому что, ну, на самом деле, действительно, вы, ну, вы не можете объективно выбирать между, допустим, своими родителями вы не можете выбирать. И, вы не можете выбирать, значит, между своим парнем. То есть это выбор, перед которым вас ставит по сути человек, ну, ваш молодой человек, этот выбор является абсолютно неприемлемым. Поэтому мне думается, что вам имеет смысл определиться в этой ситуации в том, чего вы сами хотите, что вам самой нужно, чего вы сами желаете, ну, в этой ситуации, да, в этом контексте. Вот. Что вы хотите. Чтобы для себя определить позицию. То есть не стараться, не стремиться, а кому-то угодить. Да, то есть не делать что-то для кого-то, вот именно из чувства долга допустим. А если и делать что-то, то делать только потому, что вы этого хотите. Вот мне кажется, что двигаться вам нужно как-то в этом направлении. Потому что мне, например, не очень понятно, почему ваш отец, ну, к примеру, да, против вашей воли, получается, покупают вам билет. А, ну, вот, ну, путёвку, покупают вам путёвку. Хотя вы говорите ему, что, ну, что вы, что вы не хотите. Не хотите. Ну, вот. То есть для меня этот момент не совсем ясный. То есть такое ощущение, что ваши родители, они как будто, вот, вы знаете, борются, что ли, за ваше внимание, за то, чтобы провести с вами время. Вот. Вот. Потому что сложно и невозможно объяснить, почему родители поступают именно так. То есть если не хотите ехать, вас посреди заставляют. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что делает молодой человек, то, что делает мужчина, тоже вызывает вопросы. В том смысле, что он явно делает много, старается. Это всё правда. Но зачем он это делает? Для чего он это делает? Для вас он это делает или для себя он это делает? Это большой вопрос. И то, что вы чувствуете вину по отношению к нему, свидетельствует о том, что не так уж вы и свободны с ним. Не так уж вы, с ним и свободны и не так уж вы, вот, собственно, ну не так уж вы можете высказать ему какую-то свою позицию. К примеру. И если она, да, это вот, позиция имеет место быть. То есть мне кажется, что вы не до конца и не совсем самостоятельны в своём поведении, вы не до конца и не самостоятельны в своей позиции. Вот. Мне так, по крайней мере, это видится. И связано это, возможно, с тем, что вы просто не уверены в себе, а связано это, может быть, с тем, что вы как-то просто смеваетесь в себе или хотите угодить всем. Вот. Либо есть ещё какой-то момент, например, опять же, обесценивание своих собственных чувств. Вот. Что ни в коем случае не является какой-то такой конструктивной историей. Вот. А скорее наоборот является, ну, такой достаточно деструктивной для вас историей. То есть я хочу, чтобы вы обратили, ну, вот, своё внимание на то, что вы не самостоятельны. Что вы очень сильно не самостоятельны в выработке своего поведения. Что вы абсолютно не самостоятельны в отстаивании своих желаний, своих чувств, своих потребностей. Понимаете? Вот. Я могу ошибаться в этом. Конечно же, могу в этом ошибаться. Но мне видится ситуация вот такой. Примерно. Примерно. И, соответственно, выходом из неё будет, возможно, работа с чувством вины. Вот. Работа с уверенностью в себе. Вот. В простраивании личных границ, потому что сейчас с ними у вас явно беда. Сейчас с ними у вас явно беда. Вот. Ну и выход из зависимых отношений, как с вашими родителями, возможно, так и с молодым человеком. Что всё-таки отстаивание больше именно своих интересов. В том, что вы делаете. В том, как вы организуете свою деятельность. В том, чего вы хотите. И так далее. Вот. Это те аспекты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Я отдаю себе отчёт в том, что, возможно, это не вся картина. И, скорее всего, это не вся картина. Скорее всего, я какие-то вещи из вида упускаю сейчас. Вот. Но мне кажется, что это основное. То есть, никаких слов правильных здесь, в принципе, нет. и быть не может. Никаких правильных слов. Потому что у каждого лагеря своя правда. То есть, у молодого человека своя правда, у ваших родителей своя правда. Вот. И каждый, каждый считает, что он прав. И это нормально. Абсолютно нормально, что каждый считает, что он прав. Вот. Вопрос в том, чтобы вы, по факту, чтобы вы поступали так же. заботились в первую очередь о себе, а не о ком-то другом молодом человеке или своих родителях. Вот. Поэтому подумать я вам предлагаю о том, насколько вы свободны в своем поведении по отношению и к молодому человеку, и к родителям. Вот. И, соответственно, если вы не свободны по отношению, допустим, к тем же родителям, вот, то я рекомендую вам уже работать непопредственно с своим поведением по отношению к ним. Вот. А потом дальше глядишь, научившись говорить родителям своим «нет», да, научившись отказывать своим родителям. Кто знает, может быть, вы сможете и молодому человеку, в общем-то, показать, где заканчивается его, ну, его граница, да, граница власти над вами. И где начинается, где начинается, где начинается вы, условно говоря, где начинаются ваши потребности, где начинается то, что вы хотите. Вот. Потому что молодой человек, очевидно, что сам этого либо не понимает, да, либо, ну, либо не хочет, либо не хочет понимать. Вот. А винить мы с вами никого не будем, потому что, как я и сказал, у всех своя правда, вам нужно просто найти свое в этой ситуации. Вот. Нельзя не упомянуть, конечно же, треугольник Карпмана, вот, нельзя не упомянуть треугольник Карпмана, потому что вы очень зависимы где-то от молодого человека, да, этот молодой человек это такой, такое жество, а вот, ваши родители это такие агрессоры, а вы, соответственно, должны получается, ну, вы, получается, должны всех спасти, вот, ну, ничего удивительного, что всех спасти вы не можете, ничего удивительного, что появляются обиженные, потому что всегда, когда пытаешься всех спасти, появляются люди, которые просто оказываются, ну, недовольны тем, что им, там, не дали, вот, того, что они, по их мнению, заслуживали, вот. То есть, опять же, мы здесь не будем обсуждать, насколько справедлива эта позиция, да, не будем об этом говорить, достаточно, вот, такого контекста, достаточно такой парадигмы этого, я надеюсь, по крайней мере, что он достаточно. Вот, в целом, в целом, наверное, всё, в целом, наверное, всё, на этом, я думаю, ответ мой вам можно закончить. Я надеюсь, что для вас это было полезно, я надеюсь, что вы, ну, сделали для себя какие-то выводы, надеюсь, что вы увидели, увидели корень проблемы, вот, который представляет из себя, всего лишь, вашу невозможность говорить нет, когда это, собственно говоря, нужно. и заявлять, в том числе, адекватно, заявлять о своих желаниях, заявлять о том, что вы хотите, заявлять о том, что вам нужно. Я полагаю, что в этом ключе, в этом контексте нам с вами и нужно, соответственно, двигаться, если мы хотим вашу проблему решить. Вот, на этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если вам мой ответ понравился, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. вот, ну, а мы будем рады вам помочь, если вы захотите получить эту самую помощь. И помните, пожалуйста, что каких-либо правильных решений в вашем случае нет и, в принципе, быть не может. Я желаю вам ещё раз всего самого доброго. Удачи! 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 Удачи!